Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Строительство ЖК Курортный может продолжиться, но застройщику поставили жесткие условия. До 15 суток на раздумья. С начала года 40 водителей отправились за решетку за неуплаченные штрафы. Вопрос не в цене, а в безопасности. В Сочи начались рейды по рекреационным объектам. На карандаш взяли и рафтинг. Сочинские сельхозпроизводства выходят на новый уровень развития. Так возрожден Адлерский винзавод. Государство сохранит поддержку аграрии в полном объеме. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с активом «Единой России» и сторонниками партии. В их числе были и сельхозпроизводители. Встречу премьер-министр провел в Деньском районе. Участие в обсуждении вопросов развития АПК принял и Вениамин Кондратьев. Все подробности у наших краснодарских коллег. Никаких многотомных докладов и отчетов. Темы разговора задавали сами аграрии. Премьер-министру рассказывали о том, что волнует больше всего. О снижении ставки по кредитам для сельхозпроизводителей, о субсидиях, о нехватке кадров. Полностью неотлаженный вопрос со сбытом производимой продукции. Благодаря программе импортозамещения ее объемы растут. И теперь возникает вопрос, где хранить выращенные овощи и фрукты. Не рассматривается возможность строительства федеральных логистических центров для хранения сельскохозяйственной продукции. И оказание помощи на местах, в регионы, для того, чтобы мы могли здесь у себя построить такие центры. Мы как раз говорили с Вениамином Ивановичем по поводу того, чтобы строить такие центры на Кубани. И мы эту работу обязательно продолжим. Имея в виду, что нужно строить и большие, и не очень большие центры в зависимости от ситуации на рынке. Остро сегодня стоит и вопрос земельный. В стране 29 миллионов гектаров зарастают сорной травой, а могли бы приносить богатый урожай. Такие участки должны изымать у недобросовестных пользователей. Тем временем, для тех фермеров, которые готовы работать, процедура получения земли должна быть проще. Губернатор Кубани не раз говорил о возвращении права крестьянам получать ее без торгов. И губернатор нам помогает, создал рабочую группу и вел омбудсмена по вопросам фермерам. Но поскольку эта тема не только о Кубани, мы хотели вашей поддержки попросить. В том смысле, что нам нужно навести здесь порядок в этих вопросах. И в том числе продолжить обновление законодательства земельного, которое фактически не обновлялось с реформы земельной. Не уверен, что нам нужны именно реформы в области земельного законодательства. Совершенствовать его обязательно будем. Сейчас дело правительства будет подготовить необходимые подзаконные нормативные акты для того, чтобы реализовать эти новые правила по изъятию неиспользуемой земли. Что же касается вопроса по поводу возможности передать без торгов такую землю крестьянским фермерским хозяйствам, я считаю, что это было бы нормальной практикой. Все это нужно делать. Обязательно здесь правительство всегда будет заниматься этими делами. Не сомневайтесь. Поддержал Дмитрий Медведев и предложение создать в Краснодаре центр агроинновации. В Кубанской столице есть 10 научно-исследовательских институтов и 3 университета, которые ведут разработки в АПК. Но каждый из них подчиняется разным ведомствам, что мешает совместной работе. Идею объединить усилия ученых премьер назвал разумной. Объединив их не организационно все вместе, а именно те научные работы, которые они выполняют, в том числе создав базу для апробации технологий, для тех действий, которые проводятся по исследованию почвы, применению лучших удобрений, применению лучших семян, причем выращенных самостоятельно у нас в Краснодарском крае. Результат, безусловно, был бы лучшим в целом по сельскохозяйственному комплексу. А затем можно было бы эти инновации рекомендовать для распространения на других территориях, других регионах. Сельское хозяйство сегодня развивается неплохими темпами, отметил на встрече Дмитрий Медведев. Импорт продовольствия снизился на 35%, и на прилавках магазинов сегодня все больше отечественных продуктов. По словам премьер-министра, поддержка аграрной отрасли для правительства остается приоритетом, и объемы финансирования удалось сохранить на прежнем уровне. На поддержку села в этом году государство планирует потратить 215 миллиардов рублей, и большая часть этой суммы пойдет на целевые субсидии в регионы, в том числе и в Краснодарский край. Кубань уже подтвердила статус гаранта продовольственной безопасности страны. Это отметил и Дмитрий Медведев. Всех аграриев региона он поздравил с очередным рекордным урожаем. Мария Крошина, Денис Маскаленко и Артем Лычко. Кубань, 24, Динской район. А в Сочи начались рейды по рекреационным объектам. Напомню, в начале недели глава города дал распоряжение проверить, насколько безопасно отдыхать в так называемых пикниковых зонах и заниматься рафтингом. И первый день работы комиссии, в состав которой входили представители управления по курортному делу и туризму, и спасательность службы города показал, что, в частности, на реке Мзымта почти все услуги предоставляются с нарушениями. Это любимое место отдыха и сочинцев, и гостей курорта. Сюда приезжают на пикники. Гнездо совы находится в живописном месте, на берегу Мзымты. Внезапная проверка показала, арендаторы этой территории не утруждают себя ни уборкой, ни благоустройством. Повсюду мусор, туалет критики не выдерживает. Да и травму можно получить, не отходя далеко от стола, констатирует руководитель городской службы спасения. Вот, пожалуйста, вам спуск к реке ничем не оборудован, на свой страх и риск попробуем здесь спуститься. Очень аккуратно, все сыпется. Я так думаю, ни о каких, конечно, удобствах и безопасности здесь, наверное, речи вообще. Да, абсолютно, посмотрите, здесь полностью отвратительное состояние. Ничего не могу сказать по этому поводу, только вот развожу руки. Мусор не только на берегу, но и в реке. Его, скорее всего, оставляют туристы. Одновременно здесь могут отдыхать до 300 человек. Для того, чтобы расположиться за столом, нужно заплатить по 100 рублей с человека. Паркинг тоже платный. Нетрудно подсчитать, в день арендаторы имеют минимум 20 тысяч рублей. В мэрии уверены, этих денег хватит не только на уборщика, но и на охранника, который должен обеспечивать безопасность туристов. А это уже соседняя зона отдыха под названием «Бережок». Ее владельцы предоставляют своим гостям, по сути дела, экстремальный вид отдыха. От столов до кромки воды менее полуметра. Заграждений и предупредительных табличек нет. После веселого застолья можно легко угодить прямо Мзымту. А быстрая горная река такой беспечности не прощает. Выделено им три дня на устранение всех вышесказанных недостатков. Через три дня мы снова проедем комиссионно обследуем данные объекты. Те объекты, которые правонарушения свои не устранили, не устранили недостатки, будут вызваны на административную комиссию, на которой будет стоять вопрос о разрыве договорных отношений с данными собственниками. Только после трех часов работы проверяющим удалось найти здесь же, на берегу Мзымты, практически образцовое место для пикников. Как обеспечивается безопасность людей при нахождении на рекреационном объекте? При въезде у нас есть трафареты, раз, предупредительные. По Габьену стоят тоже трафареты, установленные. Что купаться запрещается, уходить в воду запрещается за детей, отвечают родители, чтобы за ними смотрели. Обустроена здесь и зона отдыха для детей. Для тех, кто хочет прогуляться у реки, обустроили безопасный спуск. Есть и вода для мытья посуды и овощей. Единственная претензия к арендатору – нет места для курения. По закону, даже в пикниковых зонах курить за столами запрещено. Этот недостаток обещали устранить. Я не трогаю, не снимай, говорю. Не трогай, не трогай. Я сейчас полицию вызову. Ну вызову, тогда не мешайте работе. Проверка застала врасплох и рафтеров. В лодке дети, которым еще нет и 14. Организаторы этого экстремального вида отдыха знают, что нарушили закон. Поэтому и пытались препятствовать съемке. Теперь документы по факту сплава детей будут переданы в полицию. Организаторов рафтинга вызвали в мэрию. Рейды муниципальной комиссии по рекреационным объектам курорта продолжатся до конца летнего сезона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Строительство ЖК «Курортный» может продолжиться, но застройщику поставили жесткие условия. Накануне состоялась встреча между главой Сочи Анатолием Пахомовым, представителями застройщика жилого комплекса, дольщиками, а также сотрудниками правоохранительных органов, директоров департаментов имущественных отношений, строительства архитектуры и правового управления администрации. Территория, где ведется строительство жилого комплекса «Курортный», является муниципальной собственностью, предоставленной в аренду для строительства. С момента передачи земельного участка по настоящее время платежи за пользование территорией в бюджет города не поступали. Кроме того, вследствие грубых нарушений правил организации строительства, с прошлого года здесь начались постоянные проблемы с оползнями. Участок действительно непростой. С каждым новым этажом ползла земля, а вместе с ней и вышестоящие дома. Другая проблема – постоянный разрыв магистрального водовода. Остается острым до сих пор. Застройщикам допущены отклонения параметров строительства. Вместо трехэтажных объектов выросли четырех- и даже шестиэтажные дома. К тому же располагались они в нарушении градостроительного плана. Прокуратура сегодня Краснодарского края в лице прокурора Краснодарского края Корженюка Алина Геннадьевича этим занималась. Их экспорты сделали заключение о том, что все, что там построено, является опасным. И сегодня по прокурорскому протесту все остановлено. И они отслеживают через службу судебных приставов. Аресты, запреты на строительство, суды и жирную точку в этих делах поставить можно. Администрация Сочи, учитывая интересы дольщиков, все же готова рассмотреть этот объект. И предлагает застройщику выполнить три главных условия. Скорректировать проект, устранить все нарушения и провести государственную экспертизу. Первое, это прокуратура, там не опасно. Они сделали мероприятие, которое позволяет этот земельный участок считать не опасным. То есть подпорные стенки, заключение специалистов, что теперь этот участок, где построено 50 домов, он не ползет. Вы сделаете либо корректировку проекта, либо новый проект. И мы готовы вам уже по новому проекту, прошедшему экспертизу, жестко прошедшему, потому что вопросы безопасности стоят на первом плане. Мы готовы рассмотреть и дать новое разрешение уже от корректированного проекта. При этом глава города потребовал решить вопрос семьей Верниченко, чей дом был разрушен в результате оползня, спровоцированного отвалом грунта. В прошлом году застройщик заключил соглашение с пострадавшими о предоставлении им нового жилья. Но до сих пор оно не выполнено. Глава города поручил ускорить решение проблемы узаконивания за семьей потерпевших земельного участка, где находится их аварийный дом. В итоге это поможет получить потерпевшим новое домовладение. Нам больше нравится тот путь, который вы законно обрисовали. Пожалуйста, решите вот эту проблему, вот эту и вот эту. Получите новое разрешение. Я понял, спасибо. Новое разрешение – все. Узаконьте, сделайте экспертизу государственную, правильно ли мы с вами? Да, написано. Я еще не видел этого. Все, и снять этот вопрос, нас вот этот путь очень устраивает. Последует ли застройщик по такому пути, этот вопрос волнует не только мэрию, но и в первую очередь стольщиков. Предложенной администрации Сочи решение – это возможность не остаться людям без денег и крыши над головой. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. ДТП с летальным исходом накануне произошло в Сочи. Авария случилась на Мамайском перевале. Участником дорожно-транспортного происшествия стал грузовой автомобиль, который двигался в центр Сочи. На правом закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, водитель погиб на месте. Сотрудники ДПС и отдела ГИБДД своевременно прибыли на место происшествия. Предварительная версия – это несоблюдение водителям скоростного режима. По факту проводится проверка. Более 40 водителей в Сочи с начала года за уклонение от уплаты штрафов за нарушение ПДД отбыли наказание в виде ареста. Всего же более 300 злостных неплательщиков за минувшие 7 месяцев выявлено в Сочи в ходе рейдов. На городских дорогах их проводят сотрудники ДПС совместно с судебными приставами. В ходе рейдов полицейские останавливают на трассе автомобили и по базе данных проверяют наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения. С начала года таких было выявлено 357 – тех, кто уклоняется от исполнения административного наказания. Согласно статье 2025 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена мера ответственности за данное правонарушение. Даже такая, как административный арест, либо исправительные работы на срок более 15 суток. По решению суда 43 водителям назначен административный арест на срок до 15 суток. 54 водителя привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов. И 193 водителя оплатили штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Отмечу, что многие водители к оплате штрафов относятся несерьезно, другие и вовсе не знают, чем это может обернуться. Но, как показывает практика, после проведенных дней под арест, там их мнение меняется. Как долго вы здесь находились? Пять суток. Пять суток. Как вы считаете, впредь будете ли платить, не платить? Один раз попал, да. То есть оно того не стоит? Не того, если. Добавлю, что после наложения административного штрафа за нарушение правил дорожного движения оплатить его нужно успеть за 60 суток. Не за горами новый учебный год в пяти районах Краснодарского края уже завершили подготовку к началу учебного года. А Роспотребнадзор открывает работу горячей линии и для родителей школьников. О том, что стопроцентная готовность к 1 сентября отмечена в Абинском, Красноармейском, Мостовском, Кореновском и Гулькевическом районах, сообщается в отчете регионального министерства образования. К началу августа там успели полностью закончить ремонт в школах и детских садах. Эти учреждения уже приняла межведомственная комиссия. В большинстве районов края, в том числе и в Сочи, подготовительные работы еще продолжаются. У руководства учебных заведений остается меньше недели, чтобы пройти инспекцию. А вот у самих учащихся чуть больше двух недель на подготовку к школе. Для них и их родителей Роспотребнадзор 22 августа откроет горячую линию, по которой можно получить консультацию, как подготовить ребенка к школе. Телефон пока не обнародован. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что горячая линия для родителей будет работать до 5 сентября. В 2015 году Роспотребнадзор ежедневно давал по 15 тысяч консультаций. Чаще всего родители спрашивали о том, как правильно подобрать одежду и школьные принадлежности. Импортозамещение – это одна из ключевых задач для властей. Выполнить ее невозможно без развития собственных местных производств. Так в Сочи возрожден Адлерский винзавод. Открылось предприятие год назад и сразу же подверглось испытанию. В результате июньского подтопления 2015 года винзавод сильно пострадал. Тем не менее, взятый курс на возрождение не позволил остановить производство вина. А делают его из натурального виноградного виноматериала, который доставляют в Сочи из Молдовы. Именно там растут те сорта винограда, которые нужны для производства качественного вина. Так как мы технологи виноделы, мы работаем только на качество и не изменяем традициям технологии виноделия, виноградарства. В лаборатории завода специалисты-микробиологи тщательно следят за готовой продукцией. Акцент сочинские производители делают на натуральность продукта и его высокое качество. Новая итальянская линия розлива, состоящая из нескольких автоматов, выполняющих разные функции, начиная со стерилизации бутылок до их упаковки, позволяет за одну рабочую смену разлить винов в 15 тысяч бутылок. Но при спросе эта цифра может увеличиться в разы. После этого укупоренная бутылка, она уже стерильная, поступает на внешнее оформление. Но до этого происходит бракираж. Бракираж по трем позициям. Это уровень, это наличие посторонних включений и это степень вкупорки пробки. Помимо вина, в прошлом году при поддержке администрации Сочи владельцами личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских, а также индивидуальными предпринимателями произведено более 10 тысяч тонн молока, почти по 2 тысячи тонн мяса и картофеля, а также свыше 22 тысяч тонн овощей и фруктов. Традиционно в лидерах выращивания чая в Сочи заработали и новые предприятия по производству рыбы, колбас, хлебобулочных изделий. Их развитие стало возможным благодаря субсидиям от государства, еще и потому, что курорт в Сочи стал круглогодичным. И спрос со стороны туристов на местную продукцию возрос многократно. Мы город-курорт, где одномоментно размещается 200 тысяч туристов. И, конечно, в нашем городе продовольственная безопасность должна быть. То есть мы хотя бы на сутки должны иметь свою собственную продукцию. И, конечно, у наших товаропроизводителей есть рынок сбыта, он огромный. Поэтому сам Бог велел нам, в общем-то, иметь свое производство. То, что сейчас происходит, это, конечно, очень хорошее начало. Объем средств по программам поддержки сельского хозяйства за последние три года составил свыше 55 миллионов рублей. В том числе 18 миллионов средств краевого бюджета. И как итог такой поддержки государства, партии Единой России, местных властей, рост объемов производства в отрасли. Крупными и средними сочинскими предприятиями только за год произведено продукцию на сумму свыше 719 миллионов рублей. И в дальнейшем развитие на побережье собственных производств продолжится. Поскольку, по оценке экспертов, уже и зимний сезон в Сочи обещает быть жарким. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...